всем привет с вами блог авто mps меня зовут игорь сирин и рядом со мной новый land rover dev машина предыдущего поколения выпускалась до 16 года продержалась на конвейере почти 70 лет это дольше чем отечественный уазик либо например буханка и естественно машина сильно устарела несмотря на какие-то обновления и с тех пор последние четыре года пока land rover готовил dev нового поколения в рядах поклонников не останавливались споры каким будет новый автомобиль будет у него рама или не будет будут мосты или нет история знает масса примеров как одного так и другого mercedes например сделал гелик ну почти поликалом старого они потеряли всего один мост но сохранили раму ренглер меняет поколение но остается верен себе а например nissan passfinder просто из рамного автомобиля превратился в кроссовер nissan patrol тоже в значительной степени растерял свой внедорожный потенциал и сегодня я постараюсь выяснить на что же способен деп вот эти красивые рифленые накладочки на капоте это будто фория если раньше это были алюминиевые вставки сейчас это пластик потому что машины заботятся о пешеходах вот это блестящий пластик вот это мягкая мягкая губая тут все сделано для того чтобы защитить пешеходов и это наверное правильно но не слишком true а например вот эти окошки они остались настоящими это действительно окна и через них действительно можно смотреть на небо подножки разумеется настоящий а вот на этих рейлингах можно закрыть груз до 300 килограмм в основе этого автомобиля по сути своей платформа от discovery 5 от range rover sport но сильно доработано база выросла в длину аж на 10 сантиметров свесы укоротились переместились радиаторы вперед сзади как видите машина стала заметно короче и чтобы уменьшить задний свес запаску вынесли на пятую дверь и здесь же на 5 двери например есть свой собственный доводчик у основных дверей доводчиков нет а вот у задней калитки есть я подвожу дверь и она сама туда уезжает третья стойка кузова имеет действительно вот такую вот толщину вот это маленькое окошко а вот это толщина стойки и она такая для того чтобы опять-таки увеличить жесткость кузова доработана подвеска очень много отличий от обыкновенного discovery но в первую очередь интересно попробовать на что же способен дэв на бездорожье а потом и на асфальте поехали понятно что наверное интереснее было бы окунуть дэв куда-нибудь поглубже в какую-нибудь грязище но я на полигоне поэтому условия ну скажем так почти идеальные тепличные и испытания будут тоже такие идеально выверенные под автомобиля land rover но я надеюсь что вы что-то здесь сможете увидеть а потом отдельно еще мы его помучаем подвеска в верхнее положение без понижайки а вот первое внедорожное испытание и говорят что здесь когда-то давным-давно прошел мамонт и оставил после себя местами кучки когда мама проходит эти вот такие кучки остаются и ямки соответствующие я просто задрал пневмоподвеску все больше никаких внедорожных режимов не активировано просто приподнятые пневма и автоматически блокируются дифференциалы просто едем я в теории даже могу отпустить руль могу убрать ноги с педали и просто просто едем даже не сказать что сильно трясет если честно как-то слишком просто поехали дальше даже на стопроцентный подъем ходом можно забраться без включения понижайки но мне кажется интереснее будет включить понижайку остановиться и потом не тронуться потому что у меня грязевые колеса этом мы же можем попробовать остановиться на подъеме попробовать тронуться с него так нейтраль нейтраль лоу кстати обратный переход с понижайки наверх можно проводить даже на ходу не знаю вы буксируете тяжелый прицеп дэв везет до трех с половиной тонн день в грязи вы подцепили такую дуру тронулись на понижайке разгоняемся разве если вы просто выезжаете едете по бездорожью понижайки выбрались на трассу нашли какой-то прямой участочек нажали соответствующую кнопочку толкнули селектор в нейтраль на ходу и у вас все само переключится на приборке если не заглючит все напишет поехали сто процентов это 45 градусов если вы в школе не очень учили геометрию об остановочка ух и мы ползем назад даже на полностью заблокированных колесах а теперь попробуем тронуться так оп вообще это страшно я не знаю было ли вам страшно снаружи изнутри это страшно так ты лежишь а не сидишь потому что это 45 градусов а во-вторых то что он буксует всеми четырьмя колесами на спуске все намного проще есть внедорожный круиз-контроль выставляет у него скорость ну например 10 тут 11 километров в час выставляется соответствующей качелькой смотрим по камерам попадаем убираем ноги с педали там что-то прилетело поехали с этим все достаточно просто нет подрулевых лепестков но возможно эта особенность моей не самый богатый не самые жирные комплектации и вот сейчас чувствуется что машина сама принудительно держит перечи переключается позже но все-таки переключается высокий гробик можно ехать и без понижайки но на понижайке просто чуть удобнее управлять газом а по сути своей у defender а платформа это заметно усиленный вариант того что используется на discovery 5 и на рейндж ровере спорт я думаю сейчас самая интересная картинка она вот там вот в зеркале еще чуть-чуть и вот мы аккуратненько аккуратненько оп но в общем-то как-то пробрались и вот тут брус сверх пониже а при том что у меня на самом деле defender мой defender на самом деле называется 110 но вы знаете эта легенда это длина колесной базы в дюймах было у старого автомобиля у нынешнего автомобиля индекс 110 сохранился а потому что есть более короткая версия 90 есть более длинные будет суверичным задним светом но с такой же базы 130 но все потом сейчас база намного длиннее она даже больше чем у диска 5 и вот этот бруссер я планирую переехать прям вот поперек для того чтобы оценить именно геометрическую проходимость потому что база достаточно длинная до пневма да она задралась это брызговики это не днище и мы проехали это при том что у меня машина с подножками соответственно это небольшой минус с точки зрения проходимости и еще одно испытание которое я уверен должно заинтересовать настоящих аутло это заезд по ступенькам ничего сложного просто вы к себе домой едете по лестничному маршу одно время в фильмах было модно показывать как машины но они обычно съезжали по ступенькам land rover и в частности defender может не только спускаться но и подниматься по ним и для этого у меня есть функция прозрачный капот это фронтальная камера которая записывает картинку и показывает вам ей чуть чуть позже в тот момент когда препятствие которое камера видела оказывается на полтора метра назад то есть она показывает колеса это что сейчас происходит непосредственно под колесами пом 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 почувствуйте себя героем боевика а вот это уклон крутизной 30 процентов выглядит крутовато и сзади опять трутся наши спортивные гоночные брызговики но в целом мы просто просто едем есть блокировка заднего дифференциала именно настоящая блокировка не имитация а там дисковая муфта которая зажимается и такая же муфта установлена по центру передней блокировки нет но электроника работает и общем то все есть а сейчас я хочу попробовать еще немножко усложнить задачу погнали это то препятствие которое при некоторой фантазии в теории вы все-таки можете встретить в реальной жизни ну как в реальной если вы забрались куда-то узкий узкий каньон и вот там вам обязательно нужно проехать так уклон 30 процентов в одну сторону и сейчас перекладка 30 процентов в другую сторону надо обязательно повернуть колесо чтобы упереться в горку именно колесом а не например каким-нибудь пластиковым элементом да снизу они не окрашены но все равно не хочется четвертая пятая у меня пятая передача на скорости всего 25 километров в час спасибо понижайки 293 то есть коэффициент понижения почти 3 это штатная понижайка defender но в принципе такая же понижайка используется и на других серьезных автомобилях land rover про дорожный просвет я честно говоря давно хотел его выяснить заявленная цифра 291 миллиметр двадцать девять с лишним сантиметров и это не предел это просто вот верхнее положение пневмы все понятно но если вдруг случилась ситуация что вы сели 30 сантиметров не хватило все просто вот мы сейчас почти сидим на брюхе сейчас под днищем ну наверно пара-тройка сантиметров нажимаем кнопочку вниз машина опускается и просто легли на брусье которые имеют высоту порядка 25 сантиметров мы на них легли а теперь удерживает тормоз и вот сейчас нажав на кнопочку вверх удерживая ее три секунды машина поднимается 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 и сейчас под ней должно быть 36 сантиметров это больше чем у нашего лифтованного уазика в котором я уверен что деп обязательно должен схлестнуться 36 сантиметров дорожный просвет стандартного автомобиля который сертифицирован в россии да стоит как самолет но 36 сантиметров на штатной резине а мы понимаем что эти арки позволяют ватнуть резину покрупнее ходов у подвески практически не осталось двигаться вот в таком предельно верхнем положении можно со скоростью до 8 километров в час и дальше он сам начнет приседать и прям чувствуется что вот он кранется на цепочках но 36 сантиметров и просто едем камни чтобы там не было понятно если снизу там грязь или песок плевать да там можно и с клиренсом 25 нормально проехать был бы зацеп но если у вас под днищем что-то действительно твердое то 36 сантиметров абсолютно недосягаемая высота для для всех нормальных автомобилей которые вы покупаете вот таком заводском исполнении долго так естественно деф ехать не может потому что компрессор работает на пределе если он перегреется то машина сама начнет опускаться и так а теперь самое интересное это не не говорит ничего о проходимости машины но мне кажется это просто прикольная штука так так все пристегнулись лендровер обещает что деф способен проходить брод глубиной до 90 сантиметров ну то есть это примерно по пояс у него есть даже свой собственный глубиномер но это надо ехать медленно и тогда эхолоты будут успевать послать сигнать сигнал вниз и сигнал пройдет обратно и мы узнаем глубину но это говорится не наши методы а теперь погнали что-то у него пропало я давлю нога вообще мы не едем осторожно при соблюдении ограничения мощности значит перетолкали мы что-то сломали так там есть датчик который ограничивает мощность или может вообще выключить мотор полностью у него вода попадает а под капотом наверху понятно много воды было поэтому она сделала смотрите крепко переливала она сделала как она сделала наверх а потом вот так началась текать а вот та территория на которой старый defender представить было просто невозможно это небольшая гоночная кольцевая трасса и я утапливаю газ в пол у меня двухлитровый дизель 240 лошадиных сил и машина по-прежнему на мудовых грязевых колесах с не очень большим откровенно говоря уровнем сцепления но он едет да ему скользковато в поворотах электроника обо мне заботиться даже там где я бы этого не хотел я даже не опускал пневму хотя ее можно попробовать чуть-чуть прижать можно попробовать чуть-чуть выключить ESP и вот сейчас когда машины именно на таких на грязевых колесах когда он достаточно легко скользит можно неплохо прокатиться сто сто десять но тут к сожалению не таких прям совсем длинных прямых но 110 120 почти 130 километров в час совершенно адекватное ощущение от автомобиля да наверное можно было бы мечтать о более мощном моторе и он есть есть деф с мотором 400 лошадиных сил это рядная трехлитровая шестерка с турбонаддувом и электронагнетателем мы кстати недавно на такой катались на рейндж ровере спорт когда сравнивали его с уазиком так вот это действительно быстрый автомобиль но наверное дизель это более понятная более правильная версия дефа и мощностью 240 лошадиных сил он абсолютно понятен абсолютно достаточен он быстрый он не жрущий ну ну и в общем он он едет разумеется не как легковой автомобиль но он совершенно адекватен и если вы попытаетесь на нем скажем вольнуть по трассе там не знаю москва-санкт-петербург со скоростью 150 километров в час никто при этом с ума не сойдет и вам не будут крутить пальцем у виска как это произошло попытайся вы разогнаться на старом дефе на старом дефе 90 километров в час хорошая скорость 110 ну такая слегка запредельная и быстрее на нем ехать просто не хотел здесь в любой ситуации он управляется как большинство современных хороших мощных кроссоверов это жесткий кузов это адекватная пневма легкий руль ну вот я могу на нем скользить в повороте и все нормально никакой драмы никто не падает никто не переворачивается все абсолютно я не удивлюсь если он выполнит маневр переставка на уровне там средних корейских легковых автомобилей тормозов хватает всего хватает нормальный автомобиль для повседневной жизни не знаю у меня странное ощущение и вот тут-то и возникает главный вопрос главный диссонанс от этого автомобиля он очень способный он я уверен что на бездорожье превзойдет старый defender причем превзойдет заметно и при этом на нем можно ездить каждый день такой универсальный автомобиль это то что мы ждем от кроссоверов но давайте вспомним mercedes гелендваген давайте вспомним джип рэнглер они выпустили новые машины они сохранили раму они сохранили один задний мост в случае с геликом и два моста в случае с рэнглером и и в тех автомобилях ты чувствуешь вот эту неразрывную связь с историей с легенды да тебе ни разу не удобно ездить ни на елике не на рэнглере у рэнглера на минуточку максимальная скорость ограничена на отметке 160 и ты ну тебе просто страшно ехать быстрее это действительно абсолютно разумное ограничение быстрее ехать на рэнглере невозможно он убьет тебя и двигаясь медленнее ты едешь его ты ощущаешь все эти артефакты под тобой прыгают мосты это машина как-то вот так виляет гелик неуправляемые телега даже 63 безумная пушка но это исключительно такой спринтерский авто или ты не можешь на нем ехать долго в дефе в новом дефе можно путешествовать можно проезжать миллионы километров и при этом не снится инвалидов перекошенным позвоночником как это было в старых автомобилях и вот я не знаю друзья ваш выбор вот такой идеальный автомобиль идеальный в хорошем смысле этого слова это не сарказм это так и есть он очень способен на бездорожье и он комфортен понятен он тихо он не жрет он абсолютно приспособлен для ежедневной эксплуатации в городе на трассе вот сегодня сели и вышли в гималаях через пару-тройку дней и все нормально и он доедет я на discovery 5 доезжал от москвы до китая за две недели и с ним все было хорошо и с этим тоже будет все хорошо но но где-то вот где-то душа там внешние петли у гелика возможность снять двери и крышу у рэнглера всего этого у дефендера увы не осталось что ближе вам вот такой идеальный нефтинг как новый деф или старый добрый теплый ламповый олдскул типа гелика или рэнглера пожалуйста оставьте свои комментарии под видео до новых встреч